До выхода на сцену осталось 10 минут. Конкурсантки, а это келинки из разных районов области, готовятся продемонстрировать свое мастерство. Главная задача – показать себя суперневесткой и лучшей хозяйкой. К этому конкурсу Улболсын Керим Кулова из Тюлькубаса готовилась давно. За нее болеют многие родственники, учитель по профессии и мама троих детей. Сегодня Улболсын попытается убедить всех, что она лучшая келинка Южного Казахстана. Для меня это возможность проверить себя, и чтобы мною гордились мои обе мамы, мой муж и все родные. Самоучастие в проекте уже многое дает. Мы обязаны знать наши традиции и, конечно же, их соблюдать. Я слышала, что некоторые участницы вышли из отборочного тура, так как не знали многих обрядов. Это очень плохо. Нужно помнить то, что наши предки передают нам веками. Этот конкурс в Шимкенте проходит второй год подряд. Лучших келинок выбирают в четыре этапа. Задания самые разные. 14 участниц должны приготовить национальное блюдо, спеть песни, убаюкать малыша в колыбели. И, конечно, показать знания народных традиций. Оценивают работу строгой жюри из Ениешек. Это свекровь. Требования у них самые строгие. Невестка должна быть умная, воспитанная и скромная. Она должна нести согласие в дом, и только тогда будет счастье. Главная цель – сохранить нашу историю, сохранить наши традиции. Во время конкурса келинки то и дело меняли наряды. И это были не модные платья из топовых бутиков, а национальная одежда, в которой тоже заложены мудрые народные традиции. Призы у нас денежные в этом году. Главный приз – 15 тысяч деньги. По итогам конкурса Ениешки, они же жюри, единогласно выбрали суперневестку. Обладательницей гран-при стала Калмаханова Гаухар из Казыгурского района. 25-летние суперкелинки вручили 15 тысяч деньги. А первое место – диплом и подарки достались Алтынбековой Айгирим из Шимкента. Шуддин Саидов, Талгат Абдинабиев, Хербов Махашев, информационная служба телекомпании «ОтРАФ». Субтитры создавал DimaTorzok